Видео уроки фотошопа Итак, работать мы будем вот с этим снимком Давайте посмотрим на результат, который у нас с вами был Как видите, вот что у нас было в начале И вот, что мы с вами получим в конце данного урока И теперь давайте разберемся, как эта фотография обрабатывалась В первую очередь давайте загрузим сырой снимок, то есть RAW файл Photoshop и начнем уже с этого Так, вот он у нас загружается Так, и вот как видите, мы можем здесь подредактировать какие-то настройки, если нужно В принципе, если фотография уже довольно хорошая, то не стоит здесь ничего менять Единственное, можно немножечко опустить тени, так как мы свето-теневой рисунок будем прорабатывать уже в дальнейшем при помощи Dotion Burn Поэтому немножечко высветляем тени, вот таким вот образом Ну и в принципе все, больше ничего здесь трогать не нужно Нажимаем открыть изображение И начинаем работу уже в Photoshop Так, в первую очередь мы с вами создаем новый пустой слой На котором будем убирать мелкие волоски, которые у нас здесь кое-где выбиваются на лицо и некрасиво его закрывают Делать мы это будем при помощи точечной устанавливающей кисти Выбираем ее Так, поставим галочку Образец со всех слоев Так, и начинаем Убирать аккуратненько мелкие волоски По всему лицу нашей модели, да Я буду работать с планшетом, это гораздо удобнее Если у вас есть возможность Работать на нем, то лучше Воспользуйтесь планшетом Если в принципе Вы работаете с мышкой, то ничего страшного Просто это займет у вас чуть больше времени Вот таким вот образом Избавляемся от мелких дефектов здесь Просто их закрашиваем Так Также здесь, здесь Можно взять размер для кисточки побольше Чтобы она у нас покрывала больший участок Вот таким вот образом Смотрим до и после Как видите Поднимаемся теперь выше Также избавляемся от волосков здесь Так Переходим теперь на следующий участок Смотрим Где у нас тут еще Есть непроработанные области Также прорабатываем их Также Сразу же на этом слое Можно проработать Немножечко брови Модели Выбившиеся волоски Также Удаляем Так Вот таким образом И также здесь Идем дальше Этот участок Аккуратно Здесь стираем И Также давайте уберем Волосок Вот здесь на носу Возьмем Поменьше кисть И аккуратно проработаем Данную область Вот так вот Смотрим до и после Отлично И также вот на этом участке Так Спускаемся еще ниже И прорабатываем уже Вот эту область Вот эту область Так вот здесь я еще пропустил Немножко здесь Так Смотрим Оставшиеся участки Доделываем их И уже будем Переходить дальше Так Ну в принципе С волосками я думаю На этом этапе все Можно двигаться дальше И уже приступать К разглаживанию кожи И устранению дефектов на ней Для этого создаем Объединенную копию Всех наших слоев Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E И сразу же делаем Дубликат данного слоя Нажимаем комбинацию Ctrl-J У нас должно получиться Два слоя Сведенных Уже на которых Мы с вами Поработали С мелкими волосками Избавились от них И просто объединили Эти два слоя в один В результате У нас получилась Вот такая вот фотография Так Теперь Первый слой У нас с вами будет называться High То есть высокие частоты А нижний слой Будет называться Low Низкие частоты Так Пока что давайте Слой High мы выключим И перейдем На нижний слой Который называется Low Далее переходим В пункт Filter Выбираем здесь Размытие по гауссу Так И размываем данный слой До такой степени Чтобы у нас Тон кожи стал Ровным В модели Следите Чтобы Детали В принципе Не терялись То есть Не размывайте уже Очень сильное изображение Чтобы Вообще Ничего не было видно Да Примерно На 20-30 пикселей Я думаю Будет достаточно Так Ну У меня это значение Где-то в районе 22 пикселей Нажимаю клавишу ОК Так И теперь Включаем Слой High Который у нас С вами будет отвечать За высокие частоты На нем Мы с вами будем Избавляться От Мелких деталей Таких как Прыщики Морщинки И так далее Переходим В пункт Изображения Выбираем здесь Внешний канал Так Слой ставим Здесь Low Наложение У нас Будет Добавление Так Ставим галочку Напротив инверсии И поставим Масштаб 2 И сдвиг 1 Нажимаем Клавишу ОК И режим Наложения Данного слоя Ставим На линейный свет Так И объединим Эти два слоя В отдельную группу Выбираем их оба Нажимаем Ctrl G Так И как видите Мы с вами Получили Исходное изображение Которое у нас Уже разложено На частоты На высокие И на низкие Теперь мы можем Отдельно работать С мелкими дефектами Не затрагивая Тон кожи И так же Разглаживать Тон кожи Не затрагивая Мелкие детали И текстуру кожи Это очень удобно И позволяет Получать Очень качественный Результат И так Начинаем с того Что будем Прорабатывать Мелкие детали На слой High Давайте Возьмем Точечную Восстанавливающую кисть Так И будем Прорабатывать Самые мелкие Дефекты Здесь Отключим Только галочку Образец Со всех слоев Нам она больше Не нужна И начинаем Устранять Мелкие дефекты По всему лицу Так Вот таким образом Увеличим немножко Чтобы было удобно Работать И начинаем Так Кое-где Тут не убрал Волоски Ничего страшного Берем их На этом слое Нам необходимо С вами Проработать Все мелкие Дефекты Вот таким Вот образом При помощи Точечной Восстанавливающей Кисти Также Нам следует Избавиться От волосков В носу Которые Смотрятся Не очень Хорошо Также это делаем При помощи Восстанавливающей Кисти Аккуратненько Проходимся И замазываем Здесь Эти области Давайте Поставим Жесткостью Кисти Чуть Поменьше И Проработаем Еще немножко Здесь Так И Так же На другой Назре То же Самое Делаем Так Смотрим Результат До До И После Как видите И Продолжаем Прорабатывать Мелкие Дефекты Итак Я закончил Устранение Основных Дефектов На слое Х И я не стал Показывать Полностью Весь Процесс Удаление Дефектов Так как Он занимает Довольно Долгое Время И в принципе Здесь Ничего нет Сложного Просто Вы Проходите Аккуратно По всему Лицу При помощи Точечной Сонарующей Кисти Чтобы избавиться От основных Мелких Дефектов Давайте Я покажу Что у меня Получилось Так Как видите Вот И вот Что стало После Чистки Да Так Вот примерно Такой же Результат Должен Получиться На данном Этапе И у вас Попытайтесь Добиться Такого же Эффекта И двигаемся Дальше Следующим Шагом Мы с вами Будем Работать С слоем Low На нем Мы будем Разглаживать Кожу Для этого Мы будем Использовать Инструмент Лассо Так При помощи Него Мы будем Выбирать Нужный Участок Который Необходимо Разгладить И Уже При помощи Фильтров Это делать Да Итак Давайте К примеру Выделим Сейчас Участок На щеке Вот таким Вот образом Обрисовываем Данную Область Так И переходим В пункт Фильтер Выбираем Здесь Размытие Размытие По гауссу Так И размываем Данную Область Еще Побольше Здесь Уже Можно Взять Примерно 70% Нажимаем ОК Так Нам Необходимо Здесь Полностью Выровнять Тон Кожи Чтобы Он Был Однородный На Всех Участках Продолжаем То же Самое Делаем Выделяем Размываем Нажимаем ОК Двигаемся Теперь Дальше Теперь Вот эту Область Также Выделяем И Точно Так же Ее Размываем Так Как видите Тон кожи Становится Гораздо Более Ровный Винти До И После Переходим Теперь На Подбородок Также Размываем Его Так ОК Так Чтобы Не Было Жестких Границ Нам Лучше Поставить Растушевку Давайте Включим Поставим Где Нибудь На 100% Так И Опять Выделим Данную Область Вот Так Вот И Размываем Еще Разок Так Ок Отлично Теперь У нас Жестких Границ Незаметно Кроме Вот Этой Небольшой Области Также Ее Размываем Отлично Теперь У нас Кожа Однородная На Всех Участках Так Давайте Еще Немножечко Вот Эту Область Проработаем И Переходим Уже На Вторую Щеку Прорабатываем Области Здесь Так Теперь Участки Под Глазами Также Их Разглаживаем Так И Под Левым Глазом То же Самое Размываем Нажимаем ОК И Вот Эту Область Точно Так Так Переходим Переходим На Лоб Здесь Можно Выделить Сразу Большой Участок Вот Примерно Так Его Обрисовываем И Также Размываем ОК Теперь Участок Здесь ОК Так Ну Я в принципе Думаю Все Давайте Посмотрим Что у нас Было До И Что Стало После Так Этот участок Мне не очень Нравится Давайте Еще Раз Проработаем Так Теперь Гораздо Лучше До И После Как Видите Да И Также Давайте Немножечко Разгладим Участки Кожи На Шее Чтобы Вся Фотография У нас Смотрелась Гармонично И Естественно Вот Таким Обусом Также Размываем Здесь Нажимаем ОК Так И Можно Немножечко Проработать Еще Кожу На Руках У Модели Аккуратно Выделяем Вот Эти Области И Также Их Чуть Чуть Размываем Так Как Многие Делают Ошибку Работают Только С Кожей На Лице И Забывают Прорабатывать Участки На руках На шее Из-за этого Фотография В дальнейшем Смотрится Неестественно И Так Лучше Не Делать Так Ну и Давайте Последний Участок Возьмем Вот Этот На носу Также Размоем По Не Не Затрагивая Текстуру Кожи Что Очень Важно Да Итак Для того Чтобы Начать Создаем Новый Пустой Слой Поверх Слоев High И Low Так И Заливаем Его 50% Серым Цветом Нажимаем Клавишу ОК Здесь Режим Наложения Ставим Мягкий Свет Так И Теперь Чтобы Нам Было Понятно Какие Участки Осветлять А какие Затемнять Мы Создадим Сопомогательный Слой Черно-белое Так Выбираем Его Здесь Смещаем Ползунок Красных Тонов Влево До Того Момента Пока У нас Не Станут Отчетливо Заметны Основные Дефекты На лице Как видите У нас Здесь Появляются Такие Черные Точки Как раз Это Те Участки Которые Нам С вами Необходимо Осветлить При помощи Доджинберна Итак Закрываем Пока Что Этот слой Переходим На Слой 2 Который У нас С вами Отвечает За Осветление Затемнение И При помощи Двух Инструментов Осветлителя И Затемнителя Сначала Выбираем Осветлитель Так Экспонирование Для него Надо поставить Довольно Маленькое Лучше Сделать Несколько Мазков На одном Участке Чем Потом Справлять Всю Нашу Работу Примерно 7 или 8 Процентов Ставим Значение Размер Для кисти Ставим Небольшой Чтобы Чтобы он Был По размеру Примерно С Дефект С Которым Мы Будем Работать И Начинаем Аккуратно Осветлять Те области Где Это Необходимо Так Начинаем Таким Вот Образом Прорабатывать Участки Так Высветляем Нужные Нам Области Проходимся Здесь И Здесь Вы Можете Сразу Следить За Результатом Который Получается Просто Отключаем Слой Черно Белое И Смотрим До И После Да В принципе Можно Отключать Только Слой Доджин Берн Как видите До И После У нас Пропадают Вот эти Черные Точки Которые Очень Некрасиво Бросаются В глаза Продолжаем Прорабатывать Все Участки Кожа У нас Должна Быть Ровная На Всех Участках Аккуратно Проходимся Так Так Здесь Здесь Не стоит Очень сильно Тереть Одно Место Так Как В этом Месте У вас Появится Некрасивый Провал Лучше Аккуратненько Делайте Несколько Мазочков На каждом Участке Просто Чуть Высветляя Тени Вот здесь Вода И тени И пятна Которые У вас Есть Таким Образом У вас Эффект Будет Накладываться Так Как Нужно Ровно И Естественно Так Прорабатываем Эти Области Давайте Я Опять Включу Слой С Доджинберна Мы Посмотрим Еще раз На Результат Который У нас Сейчас Появляется До Как видите До И После Дефект У нас С вами Пропадает Продолжаем Работу Чуть Чуть Можно Ползунок Черно-белого Перетащить Чтобы Было Видно С чем Нам Работать В тенях Вот Здесь Вот Так И Также Осветляем Вот эти Области Здесь Таким Вот Образом Если Где-то Вы Чуть Перестарались Можете Выбрать Обратный Инструмент Затемнитель Также Для Экспонирование Следует Брать Очень-очень Маленькое Здесь Я даже Возьму Примерно 5% Я думаю И Можно Проработать Те Области Где Вы Немножечко Напортачили Так С помощью Затемнителя Прорабатываем Уже Самые Светлые Участки Чтобы Они Также Были Примерно Одного Тона Со Всей Кожей Так Мы Продолжаемся Светлителем Пока Что Поднимаемся Выше Убираем Участки Здесь Также Осветляем Вот Эту Область Чтобы Избавиться От Морщин Около Глаз Так Аккуратно Прорабатываем Вот Эти Участки И Давайте Еще Раз Посмотрим На То Что У Нас С Вами Получается От До И Вот После Как Видите Кожа Становится Гораздо Более Ровной Таким Образом Нам С Вами Нужно Покрыть Всю Кожу Нашей Модели Сделать Ее Ровной И Однородной Я Полностью Показывать Данный Процесс Также Не Буду Так Как Он Очень Кропотливый Занимает Очень Много Времени В Принципе Вот Сейчас Я На Время Отключусь И Покажу Ну что ж Я Снова На Связи Я Разгладил Полностью Кожу На Лице Модели Давайте Покажу Результат Который Получился Итак Чтобы Вам Было Лучше Видно Я Включу Слой Черно Белое И Как видите Результат До И После Все Мелкие Черные Пятна Я Убрал При помощи Инструмента Осветлитель И В результате Получился Вот Такой Вот Результат Кожа Стала Ровной Как видите Еще раз До И После Вам Необходимо Сделать То же Самое Вы Проходитесь По всему Лицу При помощи Инструмента Осветлитель И Затемнитель И У вас Получается Вот Такой Же Хороший Качественный Результат Так Теперь Слой Черно Белое Нам В принципе Больше Не Нужен Его Можно Либо Отключить Либо Удалить Так И Давайте Я Осветлитель И Затемнитель Включу Режим Наложения Для него Обычный И Вы Посмотрите Просто Как я Накладывал Мазки По Лицу Модели Как Видите Да Сейчас Вы Можете Видеть Рисунок При помощи Которого Я Проводил Все Эти Манипуляции Как Видите Здесь У нас Светлые Участки Те Места Где Я Проходился Осветлителем Темные Участки Те Где Я Вот Такой Вот Результат Да И Так Еще Раз До И После Ну Что Отлично Разглаживание Кожи Мы С Вами Закончили Теперь Будем Работать Со Свето Теневым Рисунком Для Этого Мы Создаем Два Новых Слоя Щелкаем Вот Сюда Выбираем Сначала Один Слой С Кривыми Выгибаем Его Вот Таким Вот Образом Вниз Так Заливаем Маску Этого Слоя Черным Цветом И Создаем Еще Один Корректирующий Слой Кривые Но Уже На Этот Раз Выгибаем Кривую Вверх Вот Таким Вот Образом Так Также Заливаем Маску Черным Цветом И Начинаем Работу При Помощи Этих Двух Слоев Мы С Вами Будем Работать Со Цвето Теневым Рисунком На Нашей Фотографии Мы Добавим Дополнительный Объем Лицу Модели Первый Слой Который У нас Выгнут Вверх Он Будет Отвечать За Светлые Участки А Нижний Слой Будет Отвечать За Тени Ну Ну Что Давайте Выберем Инструмент Кисть Прозрачность Для Нее У нас Будет Стоять Примерно 20% Нажим 15% Обязательно Убедитесь Что у вас Кисть Стоит Мягкая И Размер Давайте Возьмем Побольше Так как Мы С вами Начнем С Самых Крупных Областей Которые Необходимо Затемнить Так Итак Выбираем Белую Кисть И Проходимся Сначала По Контуру Лица Чтобы Добавить Дополнительный Объем Вот Таким Вот Образом Прорисовываем Области Здесь И Здесь Так Проходимся Смотрим До После Можно Теперь Взять Кисть Еще Побольше И Проработать Уже Этот Участок Посильнее Так И Также Аккуратненько Здесь Теперь Переходим На Моз Участки Около Глаз С Другой Стороны Переносицы Вот Здесь Смотрим До И После До И После Да Также Стоит Поработать Участки На Губах Внутреннюю Часть Губ Для Того Чтобы Добавить Им Дополнительный Объем Вот Таким Образом Прорисовываем Эти Области Так Смотрим Таким Вот Образом Да Так Теперь Давайте Поработаем С Светлителем Возьмем Кисть Побольше Размер И Аккуратно Высветлим Область На Щеке Вот Здесь Таким Вот Образом Смотрим До И После Так И Также Проработаем Участок На Лбу Также Высветляем Здесь Теперь Нос Вот Эту Область И Вторую Щеку Также Осветляем Подбородок И И Более Мелкие Детали Такие Как Губы Вот Здесь Вот Высветляем Блики Проходимся По Краешкам Губ Среднюю Часть Высветляем Чтобы Добавить Объем Вот Таким Вот Образом Смотрим До И После До И После Да Так Стоит Также Еще Немножечко Поработать С Тенями Поработать Вот Эти Области Чуть Посильнее Так Затемняем И Чуть-чуть Затемним Участок Под Кубой Чтобы Также Добавить Немножко Дополнительного Объема Да Так Давайте Объедним Эти два Слоя В отдельную Группу И Посмотрим Результат Так До И После Как видите Да До После Продолжаем Прорабатывать Участки Сейчас Светлые Области Осветляем Вот Здесь Так На руке Также Стоит Проработать Тени И Светлые Участки Так Аккуратненько Затемняем И Теперь Уже Я думаю Можно Переходить К Более Мелким Деталям Таким Как Глаза И Ресницы Так Начнем С глаз Давайте Сначала Выберем Размер Для Кисти Довольно Небольшой И Нам Необходимо С вами Затемнить Край Радужной Оболочки Чтобы Сделать Глаза Также Более Объемными Вот Таким Образом Также Проходимся По Ресницам Затемняем Их Вот Так Вот Да Так И Сразу Проработаем Немножко Брови Также Затемняем Вот Эти Участки Также На Правом Глазу Затемняем Здесь И Здесь Лесницы И Прорабатываем Брови Так Смотрим До И После И Теперь При помощи Инструмента Осветлитель Мы С вами Добавим Блик На Глаза Так Высветляем Вот Эту Вот Область Вот Таким Вот Образом Так Здесь И Также Здесь Также Я Проработаю Вот Эти Участки Век Чтобы Добавить Глазам Дополнительный Объем И Немножечко Проработаем Белки У Глаза Чтобы Сделать Их Чуть Посветлее Так Смотрим Результат До После До И После Как видите Глаза Приобрели Дополнительный Объем Теперь Уже Можно Прорабатывать Оставшиеся Участки Такие Как Волосы Также Давайте Начнем С теней Проработаем Сначала Самые Темные Участки Здесь Так Затемняем Вот Эти Области Здесь Можно Размер Прозрачность Для кисти Взять Побольше Чтобы Эффект Накладывался Побыстрее Так Затемняем Самые Контрастные Области Здесь Также Прорабатываем Вот эти Участки Чуть Чуть Увеличим Размер И Немного Проработаем Тени Около Лица Так Затемняем Здесь 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 Так Прорабатываем Также Участки Вот здесь Вот Около Руки Переходим Выше Здесь Так И еще Я думаю Стоит Немножко Проработать Лицо Чуть Чуть Еще Добавить Побольше Теней Вот На эту Область Сделать Лицо Чуть Более Объемным Вот Таким Образом Также Здесь И Здесь Давайте Посмотрим Что у нас Получается Вот Дом Вот После Как видите Да И Теперь При помощи Инструмента Осветлитель Мы Уже Начинаем Прорабатывать Блики На Волосах Осветляем Мышки Дома добавить тень сверху на лбу модели давайте я это сделаю возьму кисть большего размера и аккуратно добавлю еще тень вот здесь вот таким образом так ну и в принципе все если эффект кажется слишком сильным вы можете понизить прозрачность группы на которой мы с вами работали до того момента пока у вас результат не будет устраивать так ну примерно я думаю 80% будет достаточно так и мы можем двигаться дальше следующим шагом я хочу немножечко осветлить зубы у модели для этого мы с вами создаем корректирующий слой цветовой тон насыщенность так и понижаем насыщенность желтых тонов переходим вот сюда в желтые оттенки и желтые мы уменьшаем до минус 100 вот таким вот образом заливаем маску черным цветом так нажимаем Aldel и осветляем ее только на участках с зубами прозрачность возьмем 100% нажим также 100% при помощи кисти при помощи кисти высветляем только зубы у модели вот таким образом так и так же здесь в данном случае результат будет не очень сильно заметен но все таки да от некрасивого желтого оттенка на зубах нам следует избавиться такс двигаемся дальше в принципе мы с вами уже выходим на финишную прямую сейчас нам необходимо затонировать наш снимок для этого я буду использовать корректирующий слой поиск цвета такс вот он у нас он позволяет очень быстро затонировать наш снимок те тона которые здесь у нас представлены такс ну давайте выберем к примеру слой Edge Ember такс он позволяет нам добиться вот такого вот золотистого оттенка как видите результат довольно сильный необходимо понизить прозрачность слоя такс ну примерно до 40-45 процентов я думаю такс ну я думаю вполне будет достаточно 40 процентов такс ну и теперь создаем объединенную копию всех наших слоев нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E и немножечко еще настроим глобальное освещение на фотографии для этого переходим в пункт Filter выбираем здесь Rendering эффекты освещения такс располагаем здесь освещение чтобы оно у нас находилось в центре нашей картины такс такс и растягиваем примерно вот таким вот образом края области освещения да настройки у меня здесь стоят интенсивность 22 центр освещенности 20 остальные по 0 нажимаем клавишу ok такс у нас идет применение данного фильтра немножко подождем такс и вот он у нас применился смотрим результат до и после и последний финальный шаг у нас с вами будет настройка резкости дублируем наш слой нажимаем Ctrl-J и переходим в меню Filter выбираем здесь усиление резкости нас интересует контурная резкость такс настраиваем здесь эффект можно его поставить примерно на 250% и смотрим на радиус давайте увеличим его до 3 тогда у нас попадут как раз нужные нам детали в область действия не стоит выбирать слишком большой радиус тогда у вас картинка получится переконтращенной это очень некрасиво смотрится ставьте всегда небольшой радиус в районе 3 или 5 пикселей в зависимости от размера вашего изображения такс ну что ж нажимаю клавишу ok и вот наш финальный результат давайте я объединю все слои в отдельную группу выберу их все нажимаю комбинацию Ctrl-G так и смотрим вот фотография которая у нас была в самом начале и вот что мы получили в ходе выполнения данного урока качайте бесплатный видеокурс шикарная ретушь за 5 простых шагов жмите на кнопку получить курс